Всем привет! Сегодня будем готовить отличную закуску за копейки. Вяленое ароматное мясо всегда в цене и относится к дорогим деликатесам. Тончайшие кусочки бастурмы можно даже не разжевать, они просто тают во рту. Процесс приготовления может вызвать сомнения, ведь мясо не подвергается тепловой обработке. Но я вас заверяю, хорошо просоленное, а затем провяленое мясо полностью обеззаражено. Для бастурмы мне понадобится куриная грудка. Я срезала с нее все тонкие неприлегаемые части, убрала все пленочки и оставила цельные кусочки. Хорошо промыла и просушила салфеткой. Теперь в контейнер я насыпаю соль. Соли мне понадобится примерно 800 грамм. Хорошо-хорошо засыпаю куриную грудку. И следующую также сверху укладываю и полностью хорошо засыпаю солью. Контейнер закрываю и убираю в холодильник. Мясо оставляю в холодильнике на 24 часа. Через сутки мясо выделит много влаги и станет твердым на ощупь. Теперь отмываю куриное филе от соли и вымачиваю в холодной воде около 4 часов. Примерно 4 раза за это время я поменяла воду. Затем достаю куриное филе из воды и хорошо просушиваю салфетками. Далее в мисочке смешиваем все специи, которые вам нравятся. Я беру столовую ложку сладкой паприки, столовую ложку сушеного чеснока и 2 столовые ложки кориандра. Куриное филе хорошо обмазываю этой смесью. Придавливаю руками к мясу для лучшего закрепления. Мясо выкладываю на салфеточку. То же самое проделываю с другим кусочком. Теперь мне понадобится зубочистка. Я ей вот так вот проделаю дырочку сверху куриного филе. Далее я беру простую нитку. Вставляю в эту дырочку и завязываю. Затем бастурму подвешиваем в удобном месте примерно на трое или четверо суток. Подвешивать лучше в хорошо проветриваемом помещении. Спустя это время, у меня прошло трое суток, бастурма готова. Нарезаю ее на тонкие пластинки и выкладываю на блюдо. А аромат у бастурмы просто умопомраченный. Обязательно приготовьте, вам понравится. А если вы приготовите такую бастурму на праздничный стол, то все гости будут просто в восторге. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok